То, что касается открытости работы власти, я абсолютно с вами согласен, наверное, этот опыт нужно уже тиражировать и спускать на то, что в вашей студии и в ваших встречах должны присутствовать главы районных муниципалитетов иногда и сельских муниципалитетов. Почему? Потому что на сегодняшний день, я уже неоднократно говорил, мы с полномочиями, которые спускаем муниципалитеты, передаем еще и источники финансирования. И пора уже спрашивать и смотреть, насколько эффективно эти финансовые средства реализуются на местах. У нас уже разошла речь о Дорожном фонде. В этом году практически около 50% Республиканского Дорожного фонда будет спущено вниз на районные муниципалитеты и, соответственно, на сельские муниципалитеты. Нам бы очень хотелось бы знать, а нам, я имею в виду, всем жителям республики, особенно жителям тех районов или даже муниципалитетов сельских, что конкретно будет делаться в том или ином поселке или в том или ином районе. Вот тут я поддержу ваше мнение и думаю, а мы опять, ну, в хорошем смысле этого слова, подключим наш административный ресурс и попросим муниципалитеты активнее общаться с людьми, а с людьми можно общаться в данном случае, конечно же, только через СМИ. Что касается экономики в целом, и, ну, вы упомянули, уезжать, не уезжать, а это в экономике называются миграционные процессы. Вот здесь я бы очень хотел вас попросить очень внимательно подходить к фактам. Если вы возьмете факты, которые сегодня фиксирует МВД, вы знаете, сегодня как таковая миграционная служба работает в формате Министерства внутренних дел и Министерства социальной занятости и труда Республики Калмыкия, и посмотрите график миграции населения как внутри страны, так, вернее, как внутри региона, так и за его пределами, то картина-то совершенно иная. И я бы здесь не говорил о том, что у нас идет отток населения из республики. Приезжает, наоборот, да? Вот хотя бы самый простой пример, я вам скажу, я не говорил об Даниле, уже упоминал, но, может быть, не акцентировал на нем внимание. Ведь с чем мы столкнулись в этом году, осенью, вот осенью, первого сентября? С тем, что с мая, к маю, когда мы формировали списки первоклассников, школьников, это были одни количества. Первого сентября мы столкнулись с тем, что наши классы оказались перегруженными, и причем, подчеркиваю, в меньшей степени за счет первоклассников, а в большей степени за тех детей, которые где-то примерно от пятого до девятого десятых классов. И причем эта цифра, если я не ошибаюсь, в пределах 1200 детей была в целом по республике, а странная масса по городу. Это о чем говорит? Они ведь не с неба свалились. Это значит молодые семьи, семьи наших с вами земляков, которые, наверное, где-то работали, где-то жили. Они по каким-то причинам, не знаю, это уже другой вопрос, вернулись в регион, вернулись и стали работать здесь, жить, потому что по-другому прожить-то нельзя, да, вы понимаете? Это вот на примере детей. И поэтому я бы очень хотел вас попросить, и, наверное, я попросил коллег из нашего правительства, безусловно, дать вам цифры, а хотя они есть в открытом доступе и в Минсоцтруда и занятости, и в МВД, по внутрирегиональным, внутрироссийским миграционным потокам. Они не такие уже угрожающие, да. Как пишут в соцсети. Как пишут в соцсети. Поэтому, ваше слово, оно более авторитетное, а то слово, которое будет опираться на факты, и эти мифы надо развенчивать. Надо их убирать из понимания людей. Почему? Потому что, ну, вот говорят, хала-хала, говори, а во рту слаще не станет. Примерно то же самое можно говорить и по типу, можно критиковать безмерно. Но вот тут это будет срабатывать. Это укоренится как некий стереотип. И может тиражироваться или масштабироваться в дальнейшем на ближайшую перспективу. На год, на два, на три не знаю. Согласна. А ситуация-то абсолютно другая. Она поменялась в корне. Да, мы еще несколько лет тому назад испытывали с этим серьезные проблемы. Я не говорю о том, что ситуация идеальна. Безусловно. У нас на сегодняшний день, несмотря на снижение темпов роста официальной безработицы, да, мы уже подошли даже ниже среднероссийских показателей. Но, тем не менее, безработица по категории можно. Да, мы добились серьезного ее снижения. Значительного за вот эти несколько лет. Но все же таки к среднероссийским показателям, которые рассчитываются по категории международной организации труда, нам еще далеко. И в этом плане у нас еще вопросы остаются. Я всегда говорил и повторюсь в этой категории, в этой аудитории. Ведь у нас вот эта категория граждан, она, ну, скажем так, носит такой лукавый характер. Почему? Потому что сейчас, кстати, российское правительство, глава государства, президент Владимир Владимирович говорил об этом неоднократно. Так называемых занятых, но официально не зарегистрированных в слоях населения. У нас в республике это более чем явно проявляется в части, касающейся личных подсобных азитатов. Понимаете? Ведь его, ведь нельзя, безработный, ну, безработный это человек, который живет на подсобии. Больше у него источника дохода нету. Просто не существует. У нас ситуация в республике несколько иная. Вернее, абсолютно иная в этом плане. Это, как правило, сфера абсолютно даже не серая, она черная. Она не учитывается ни одними органами статистики. Она не облагается налогами и прочее, прочее, прочее. Мы эту ситуацию видим и понимаем. В позапрошлом году у нас была с визитом здесь с рабочей поездкой Орган Юрьевна Голодец. Мы говорили на эту тему неоднократно, и, кстати, эту тему, повторюсь, сегодня она очень так серьезно и активно обсуждается в правительстве. Я думаю, будут приняты шаги реальные и серьезные. Мы к этой теме относимся относительно спокойно, но в данном случае нет. Почему? Потому что, если пытаться революционными методами, радикальными методами выводить эту категорию граждан, ну, скажем так, к сожалению, как это было в соседних регионах, вы, кстати, тоже сраните. Ну, я не хотел об этом говорить, но это же вызвало серьезный социальный протест. И я же понимаю, что у нас примерно такая же ситуация в республике. И нам важно, чтобы человек не чувствовал, что он, во-первых, отделен вниманием властей, мы знаем, понимаем. Мы ведь с районными муниципалитетами работаем по теме предоставления земли. И иногда смотрим сквозь пальцы на объемы, допустим, скота, находящегося на личном подворье. И на объемы земель, которые мы выделяем этим людям. И не уставляем планки минимума или планки максимума. Мы понимаем, что эта сфера тема социальная, деликатная. Мы понимаем, что это единственный источник дохода. Мы в то же самое время понимаем, что это как раз категория, относящаяся к категории безработных. Но я думаю, вот таким эволюционным путем мы рано или поздно придем, во-первых, к радикальному снижению этих цифр. А главное, и даже первое, это, конечно же, создавать новые рабочие места. Новые рабочие места сегодня по всем местам, по всей республике создаются. Не в тех идеальных объемах, которые нам бы хотелось видеть, но в той же перерабатывающей отрасли. Вы посмотрите, на сегодняшний день 9 местоперерабатывающих цехов, бойных цехов в районах республики работают. И, как правило, на них, конечно, не по 100, не по 1000, это ясно. Но десятки наших с вами земляков нашли себе место и работают. Мы говорим о том, что практически сегодня мы подошли к той цифре, которую я ставил для нашего животноводства. Это около 30 тысяч голов на откормленных. Эта цифра реально уже есть. И значит, там же ведь не призраки работали, это реальные люди. На откормочных комплексах, на площадках. Мы были с вами в преддверии Нового года, в последний день уходящего года, в Малодербетовском районе, были на одной из этих площадок, где 12 человек. Для Туктуна, согласитесь, это хорошая цифра. Новых рабочих мест возникло в одном поселке. Это очень хорошая цифра. И то же самое происходит по Калмыкии в целом. Конечно, хотелось бы лучше всегда. Но, еще раз повторюсь, без революций, без резких таких телодвижений, революционным путем, я надеюсь, мы ситуацию поправим. При этом, еще раз хотел бы упомянуть, те меры, которые предпринимает Министерство экономики Республики. Это малое и среднее предпринимательство. Я не знаю, публиковали вы эту цифру или нет. Мы на этот год вдвое больше получаем федеральные государственные поддержки. Соответственно, вдвое больше регионы участвуют в предоставлении микрозаймов, в предоставлении грантов. В предоставлении грантов на создание именно рабочих мест, именно по сфере МСП. И у нас или подписано, или будет в ближайшее время подписано новое соглашение с фондом МСП. Мы с Александром Анатольевичем Бреверманом на эту тему говорили. Документ я первичный видел. Он сегодня, еще раз повторюсь, это уже компетенция правительства, не готов сказать, но он на выход. Или уже подписан. То есть по разным направлениям, конечно же, мы планируем менять ситуацию в этом плане к лучшему. Ну а уже возвращаясь к основному, все-таки просил бы всех присутствующих здесь коллег, и тех, кто нас, возможно, услышит и прочитает, посмотреть эту тему более внимательно с фактами на столе и, соответственно, уже тогда делать и давать анализ. Особенно в сетях. Угу. Угу. Угу.